События в сфере IT-технологий всегда разнообразные и довольно масштабные. Вот только знают о них единицы. Между тем, третий раз в IT-парке набережных челнов открыла свои двери стартап-школа. Это образовательная программа для тех, кто хочет создать свой бизнес в сфере информационных технологий. Проще говоря, здесь делятся опытом, перенимают знания и получают много интересной и полезной информации разработчики приложений для iOS и Android. Стартап – начало бизнеса, первая стадия его развития. Актуальные, полезные и просто интересные приложения, которые востребованы среди миллионов пользователей модных гаджетов, проходят длинный путь, прежде чем попасть в телефоны своих хозяев. Разработчики таких игрушек сейчас собрались в набережных челнах. В этом году рамки конкурса вышли за границы страны. Есть участники из Казахстана и Белоруссии. Очень рады стать участниками, так как в Белоруссии не так развито стартап-движение и достаточно редко подобного рода мероприятия проходят. Стартап школы или по-другому стартап Сабантуй будет идти 4 дня. Три из них отведены учебному процессу. Участники, а их около 40 человек, работают со специалистами в сфере информационных технологий, получают полезные навыки и доводят до конца свои программы. Всего представлено 26 проектов. Разработчики показывают свои полезные приложения, которые можно установить на мобильные устройства. Например, одна программа, установленная на гаджет, заменит незрячему и собаку-повыдыре, и даже человека. Клиенту что-то потребуется определить его местоположение, прочитать надписи, вывески магазинов, либо подсказать, что где находится. Он нажимает кнопку вызова в нашем приложении и попадает на оператора. И оператор уже ему читает надписи все и подсказывает его местоположение. Не забыли авторы проектов и про братьев наших меньших. Теперь не стоит переживать, когда надолго уезжаешь из дома. Вот только касается это пауков и рептилий. Для любителей экзотических животных здесь также представлен интересный проект. Скачав приложение на гаджет, можно следить за своим питомцем онлайн. Нажимаешь на кнопку и система все делает сама за тебя. Система самостоятельно поддерживает уровень влаги, температуру и даже проветривает жилища экзотического животного. Вот только для автоматизации работы нужен специально оборудованный террариум. Если само приложение, при помощи которого можно дистанционно управлять сосудом бесплатное, то оборудование нужно будет купить. А вот подарить жизнь этим проектам должны помочь инвесторы. В последний день стартап Сабантуи состоится демо-дэй, где представители крупных компаний смогут отобрать лучшие разработки и вложить инвестиции. Это уже и так лучшие проекты со всей России. Еще они доработали их за эти четыре дня. И поэтому получается, что инвесторы смотрят самые-самые такие вкусные и интересные проекты. Осталось только дождаться, когда эти проекты будут разработаны окончательно и приложения будут запущены, составив серьезную конкуренцию на мировом рынке IT-технологий.